И сама трагичность этой трагедии в Кемерово не только в том, что утайненно масштабы погибших в пожаре, трагедия в отношении к людям, потому что потом эти люди едут на войну с другими, такими же людьми, как и они, такими славянами и христианами, потому что этих людей не считают за людей, а считают за быдло. И они себя ведут потом там и на пожаре, и в самой организации жизни своей, тоже как быдло. Но есть среди них и порядочные люди, которые бросались в огонь, которых пожарные выносили за ноги, и которые сами нихрена не делали, эти пожарные, на тех этажах, там, где еще можно было что-то делать. Система такая, потому что многомиллиардные недра России, запасы, используются олигархами только для приношения общака наверх. Потому что сам же Иларионов Андрей говорил, что стаб-фонд, стабилизационный фонд, не используется России для военных действий. Вот он в Харькове говорил мне даже такое. После конференции, когда остались, спрашивали. Значит, получается, другие деньги, другие источники поступления этих денег используются для войны, для многомиллиардной брехаловки, идеологической войны, не только гибридной войны против Украины, против Грузии, против других нормальных государств правовых, которые хотели бы, чтобы и сама Россия была правовой, имея огромные запасы нефти, газа, Россия не способна, Путин не способен, sorry, организовать жизнь, чтобы россиян была жизнь нормальная. Для этого нужно в два, в три еще больше раз выдавать бабла на организацию этой жизни. Не только там противопожарную беспеку. А это означает одно, что для войны, для забаганок, для прымг, для вот этих сатанинских, паскудных игрищ на мировой арене, Путину лично, для его задаваления, его ненормальной уже маньяческой натуры, используются деньги, естественно, общаковские, от вот этих местных князьков, Тулевых, Шмулеевых. И он этих князьков не может аж уж так сильно наказывать, потому что они могут, типа, вот эти княжества сбунтоваться, и как бы ты нас снял, пришел другой, у нас начались там мафийные разборки, на всех ФСБ не хватит, деньги ФСБ тоже всем нужно платить, потом половину же и устранять ФСБшников. А так они пригрелись, чем меньше от них работы, тем все шито-крыто, все слушаются, россияне под каблуком, и нормально. А чем больше возникает жертв, тем больше люди борются, протестуют, «rug the boat», раскачивают лодку, в которой становится очень неудобно Путину вести войну против Украины, против Сирии, против таких же мирных детей, которые гибнут в бомбежках, фосфорных и тому подобное. Позывной «Кузбасс» в Сибири. Расскажи, где служишь, когда приехал на Донбасс? Служу в батальоне «Восток», приехал 1 ноября, 10-го уже выехал на боевые позиции, практически с полей не уезжаю. Воюем, считай, днем и ночью, спим очень мало. Ну, так, в принципе, все нормально, воюем. Отгоняем этих гадов от Донецка. А почему артиллеристом стал? Почему именно в артиллерию пошел? Нравится мне артиллерия, служил я в армии в артиллерии. Как бы, больше нравится артиллерийский, помощнее такое, чтобы как дал, так дал, по-человечески. Ну, вот как-то так вот. Нравится мне в артиллерии. Выходит, Россия, россиянам, хватило очень ненамного, на очень короткий период часу взбунтоваться. Так они просто контролировать власть не могут, не умеют. Так же, в принципе, как и украинцы. И взбунтовался человек, который не опустился, не опустил свою душу христианскую, у которого погибла вся семья, дети, жена погибла, сгорели там. У него хватило мужества. Как бы, ну, не то, что под его началом, но все-таки с его участью народ тоже собрался на стихийный митинг. И понарассказывали там такого, что еще на долгие года хватит всем то рассматривать, как действовали и пожарные, и власти, и шмасти, и тому подобное. Как держат, кем держат россиян, что они идут войной против славян-христиан. Одной веры, той самой православной. То есть хватило очень ненамного и очень ненадолго, ну, а и они даже в этот момент порыв правды, когда на них смотрят тысячи-тысячи собравшихся, даже и они не боялись говорить. Один говорит, я там работаю в скорой помощи медикам. Другой говорит, я тем-тем работаю, даже не боявшись, что его выкинуть с этой работы, несмотря на то, что у него погибли, могут выкинуть, прийти отравить его за ту правду, которая поднимется волной против этих паскудных убийц-олигархов, которым наплевать на обычных россиян, а что уже говорить на обычных украинцев, которых они через газ обманывали, через будапештские вонючие туалетные бумаги стоящие меморандумы, а потом напали на Украину, перед этим сгоньбив тот самый олигархатный система, через газы, шмазы, поддавшись на дешевизну которого, украинская власть так само ханьбила, и свою армию уничтожала, и народ, и дух борьбы, что привело, естественно, к войне. Вот за этот порыв хотя бы россиянам и спасибо, для них же самих спасибо, потому что от них очень многое для них же и зависит, от их порыва, постоянного порыва, а не такой, как при революциях или переворотах большевистских, прошли, перевернули, вывезли и пошли дальше по домам, а там пусть к власти приходит кто угодно, какая угодно, мразь и шваль. Так что россияне, выйдя на этот митинг и показавши свое негодование вот этому паскудскому отношению, недостойному к себе, недостойному личности христианина, славянина, не только славянина, показали, что да, хоть они и скотобойник, но они не молчаливый скотобойник. Естественно же, в Украине совсем не беспредставно критикуют тех самых кемеровцев, один из которых служит в ДНР, убивая украинцев, убивая законную власть, убивая тех патриотов, которые решили бороться с бандитизмом, с таким бандитизмом, с которым россияне сейчас еле-еле не могут бороться. Украинцы вышли на Майдан, прогнали Януковича. Сейчас они не могут прогнать барыжную власть, воровскую элиту олигархов, паскудных, даже не украинцев, не славян, потому что им мешает этому россияне. Через бабло Путина, которое работает, это бабло Путина, сатанинское, через брехалову путиновскую, работает так, что дети маленькие россияне молюют, танчики-шманчики, молюют, как они убивают плохих на ихнюю брехливую, перекрученную пропагандистами Путина, на бабло россиян, на бабло с недр России матушки, этих россиян, на это бабло натравливает, науськивает, христиан на христиан, славян на славян, как это называется. Потому украинцы многие и негодуют, поэтому маленький всплеск, это уже какой-то показатель для россиян. Я ехал с бешеной скоростью, нарушал все правила на красный, я заехал за 5 минут, я поднялся на 4 этаж, было задымление небольшое, я побежал туда, стояли даже МЧС, пожарники, я говорю, где моя дочь, по телефону с ней разговаривал, она кричала, я здесь папа сесть, я говорю, ложись на пол, держи, держи, не умирай, я бежал туда, они мне за ноги схватили, и еще оттаскивали обратно, я говорю, вы сволочи, вы, вы стоите 4 злоба, и не можете ничего сделать, я кричал, я кричал, ботинь разговаривал, она сказала, папа, я тебя люблю, я задыхаю, теряю сознание, и спини. Субтитры создавал DimaTorzok